сегодня будет вот админ и владислав который преподает международное отношение и регионоведение в петрозаводском государственном то есть два гостя будет позавчера ханука началась вечером 8 ночей в этом году 2 декабря начинается ханука стоит ровно все нормально принципе да ну хорошо я думаю можно принципе можно в принципе стриме сейчас я думаю я наберу наших гостей а доброе время время добрые алё 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 здрасте здрасте так доброго доброго времени сейчас я представлю гостей значит сегодня на канале убер маргинала в гостях во-первых вот админ добрый вечер вот и у нас в гостях владислав который преподает международное отношение и регионоведение еще что-то в петрозаводском государственном очень приятно здрасте да здрасте здрасте приятно познакомить я только что там какие-то медузы что-то писала про сокращение детских садов что-то вот такое что-то очень что-то печальное такое слышал по карелию в последнее время ладно у нас да с губернатором проблемы сейчас ну понятно бывает надо всем переезжать на юга у нас коробки наверно я же к нам недавно ездил сделал очень милое видео а вы откуда ну я вообще по происхождению с кубани а так я в москве и третье население россии по моему уже скоро или уже сейчас так ну чтож а какие бы темы сегодня обсудить на самом деле из политики экономики происходит рампа наверно нет по всей видимости что что конкретно потому что я не то чтобы пристального числа будет импичмент или нет потому что его вот адвокат коэн он раньше заявлял что трамп просил его передать деньги вот этой порно звезде с которой он якобы переспал а теперь он заявил что трамп прямо во время избирательной кампании вел переговоры о строительстве торгового центра в москве с офисом дмитрия пескова вот и это уже но более это хоть что-то первое что вообще смогла накопать комиссия мюллера за сколько ну за два года она появилась правда не два года назад ну в общем что смогли накопать за два года с момента избрания трампа да в ноябре 16 года вот это первое оказывается якобы был звонок от команды трампа значит в офис пескова где какая-то девочка обсуждала с каким-то представителем трампа строительство trump tower в москве в июле 16 года но собственно это все что смогли накопать за два года с лишним и это довольно забавно но тем не менее это хоть какое-то основание для импичмента это это хотя бы первое о чем можно вообще всерьез говорить потому что до этого не было вообще ничего сидит но я тебя могу добавить что вообще по международным отношениям по особенностям внутренней политики соединенных штатов америки этого как минимум недостаточно доставки а как максимум импичмент в принципе невозможен учитывая то что итоговое положение по импичменту должен принимать сенат в котором большинство имеет республиканская партия соединенных штатов америки то есть для того чтобы импичмент случился фактически должно произойти что-то но наверное учитывая сегодняшние позиции выше уровня watergate но это правда но тут надо понимать что во первых трампа могут переизбрать если его переизберут то очень может быть что сенат следующий он-то будет уже совсем не республиканский конце концов ведь тот же самый круз победил в техасе этого восходящую звезду демократов там белого вас по которой делает вид что он латиноамериканец до бета он его победил с очень небольшим преимуществом да и видимо на следующих выборах победит уже совсем не круз да и уже техас будет представлять демократ впервые за сколько там десятилетий вот то есть техас станет левым штатом вот и если это случится то сенат ну если это и многое другое случится во многих других штатах сенат тоже может стать демократическим конце концов я согласен демография здесь извините я договорю то что пока я большое сомнение подвергаю тому факту что ну трамп действительно выиграет выборы 20 года к еще слишком рано это загадывает я ну конечно это просто но тем не менее фактом что американские выборы штука совершенно непредсказуемое вот кто их выиграет сказать так что произошло можно пытаться строить модели но в общем предыдущие выборы президента показали что делать какую-то железную ставку на результаты выборов занятия не слишком не слишком разумная поэтому мало ли все может произойти все-таки трампа синяя волна который так много говорили оказалось не такой уж волной хотя и синий конгресс республиканцы потеряли но это обычная история на протяжении там последних 70 лет со времен Трумэна всегда на мид термах партия президента ну почти всегда теряет конгресс так что в этом нет ничего удивительного сенат они все-таки сохранили вот и как тем не менее да несмотря на демографию несмотря ни на что если не произойдет мощного кризиса но сегодня уже между прочим были первые признаки рецессии на американском долговом рынке но эти первые признаки они могут исчезнуть точно так же как они не появились тут ни о чем говорить уверенно нельзя вот но тем не менее да если мощного кризиса не случится то велика вероятность что трампа переизберут и вот тогда вопрос об импичменте будет уже всерьез потому что сейчас пока конечно эти сколько там меньше двух лет конечно никто всерьез не будет поднимать вопрос об импичменте потому что это может ну просто уже окончательно добить вот эти основы американской республики которые были заложены еще от сами основателями да и это может привести америку вообще неизвестно куда потому что пока что там америка двести тридцать лет вообще надо понимать что америка это единственная страна которая на протяжении двух с лишним веков фактически не меняла свой государственный строй потому что даже там такие стабильные страны как швеция или англия они полностью изменили с 18 века так все свое устройство больше такой страны в мире нету да это уникальный случай и если америка будет подвержена такому кризису легитимности президента да возможно все эти институты созданные 18 веке просто рухнут и по америке случится все что угодно мы даже страшно об этом говорить это конечно мало реалистично пока что но тем не менее но итог в том в общем что ближайшие два года это ситуация константа да это в двадцатом году все будет зависеть от исхода выборов да да но тем не менее после двадцатого года если все-таки это станет трамп то конечно ну и другое дело что америка сейчас по моему как никогда я даже не знаю с какого времени наверное со времен великой депрессии америка как никогда реально близка гражданской войне понятно что любые разговоры о гражданской войне в америке они всегда звучат очень смешно потому что о них обычно любят рассуждать ну примерно те же люди которые любят рассуждать там про жидомасонские заговоры про борьбу ротшильдов с рокфеллерами но тем не менее мы видим что напряжение в американском обществе настолько огромно что сегодня рассуждение о возможности гражданской войне в америке они уже не настолько безумны как они были не знаю еще хотя бы года три или четыре назад а сегодня это уже не настолько безумные там абсолютно теоретика заговор заговорщические я не знаю как это сказать размышления какими они были еще совсем недавно да то есть также как и не уже вышли из разряда какой-то теории заговора безумства идея о том что возможно восстание на юге соединенных штатов да где могут восстать латиноамериканцы это построить мы не поддерживаем неприемлемую твичу терминологию мы да за и равенство всех народ есть я говорю латиноамерикан а я что сказал я тут но там просто когда про заговоры было там было нехорошее но это ладно неважно я случайно я я я видимо просто я и я имени нет я просто цитировал нет тут я совершенно не рада да 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 и мы иронизируем мы иронизируем нет вы иронизируем причем мы на самом деле иронизируем то есть в данном случае это не указание на что-то реальное а просто указание на безумные заговоры на безумные теории. Do you disavow the KKK? Самый главный вопрос так секунду спасибо за подписку village gay значит твоя первая подписка спасибо village gay за подписку так значит я о хильди свин спасибо хильди свин за ханукальную подписку спасибо так ты с нами восьмой месяц так я можно очень коротко замечен на порнхабе сейчас на эмблеме порнхаба там это самое минора семисвечник и не спрашивайте меня откуда я это знаю но это правда можете сами посмотреть но это все здесь знают если что ну хорошо ладно да то есть я даже больше скажу дочерние предприятия порнхаба google.com тоже сделали себе значит ханукальной ханукальной ханукальное оформление его можно посмотреть только если в поиск вбить ханука латиницей в гугле в англоязычном по крайней мере будет известно что google он делает оформление в честь рамадана в честь хануки но только не в честь пасхи до пасла пасху он не делает до принципиально что ну довольно странно учитывая что ну там совпадает ну не всегда но совпадает иногда с песахом и как бы ну ну ладно так с как доллар спасибо за 500 добавил друзья ежиха пономарева начте вопросы которые будут не по теме я по ним быстро пробегусь и потом под под конец стрима вернусь к ним значит 100 рублей пред марго что думаешь о смертной казни но я думаю это зависит от конкретно взятой культуры на конкретно взяты взятой почве на вот в принципе то есть я не категорически против можно ли использовать аргумент о гитлере против нее смотря какой аргумент о гитлере то есть гитлер прибегал к смертной казни и поэтому это хорошо или или что это то есть это такой нельзя вот если гитлер прибегал к смертной казни и поэтому смертной казни это плохо то такое наверное можно не знаю вот я рекомендую ладно низ не суть важно аргумент о гитлере может быть хорош я бы себя вот три копейки добавил самый яркий аргумент вот пример гитлера это фразе об усопших либо хорошо либо ничего ну я я я думаю что усопший это вообще довольно узкий термин он в себя не включает гитлера по причине самоубийства возможно особенности того что с ним произошло потом да так то есть смертные казни также как и аборта создает негативный прецедент который делает убийство более допустимым глазах общественности понимаешь чем дело смотря кого казнят может быть человек которого казнят он своей биографии делал убийство значительно более допустимым создаться создал значительно большее количество прецедентов то есть тут возможно разные аргументы возможен аргумент канта от абсолютного императива кант был за смертную казнь что преступник убийца конкретно убийца когда кого-то убивает по значит если по универсальному категорическому императиву получается что он за то чтобы убивать людей в принципе было нормально во всем мире а значит они против что то того что общество убило бы его свою очередь это рационально я просто считаю что отсутствие смертной казни вполне себе закономерно ведет к самосуду такая моя позиция так рандомный 100 рублей добрый вечер уважаемый паук они подскажете что за приятный человек как-то раз рассказывал о политике в африке а то видел стрим но не могу вспомнить как звали человека и сразу вопрос будет ли он еще раз ну или подобные рубрики про политику в мало известных до большинства странах ну это был роз и он обычно выступает на стримах как раз фото админа но мы с ним вместе стараемся вести правда не всегда у него получается по времени дня я думаю с радостью придет если у него там будет возможность он вообще это дело любит он любит рассказывать про африку дорос очень хороший даст собственно запись так и называется роз ее можно на канале найти она короткая там два с лишним часа и потому что потом мне начали на канал был совершен рейды поэтому я успел значит спасти только интервью с тросом в виде хайлайта а остальное я все вайп ну алистер кроули 100 рублей пред маргиняша специалист по язычеству в четверг в четверг в четверг в воскресенье я буду у гром по на передачи так антон бельский 100 рублей я слышал что ты говорил мол голливуд очень красный ну красный в смысле левой красный есть видео где аргументы по этой теме отличное видео есть на канале рейджи халак и не помню как оно называется где-то полчаса идет удачи тебе его найти в точно этом канале очень много мусора про игры фильмы и всякое такое или если не сложно вкратце перечисли пожалуйста да очень просто советский союз донатил на коммунистическую пропаганду это то что пародировалась отчасти фильме хайл цезарь не знаю слов пародия применима ли в таком контексте но коммунисты зафорсили например тему о том что волк дисней был антисемит и так далее вот я даже больше скажу победа коммунизма в коммунизма как идеологии я имею да не как строя на победа коммунизма в голливуде она еще и проиллюстрирована тем что у кого не спроси преследовал ли сенатор джо маккарти актеров сценаристов режиссеров так далее тебе ответят да хотя на самом деле ни одного процесса ни над одним деятелем голливуда не было в ходе вот этой жуткой охоты на ведьм просто не было они отсутствовали с участием джо маккарти то есть хотя принято считать в сша что были даже принцем а ведьм можно две копейки вставлю есть и самое главное ну и сми америки нью-йорк-таймс я последнее время очень люблю читать потому что она напоминает газету завтра только вот наоборот газета завтра если кто не знает эта газета которую издает проханов там например выпущен фильм о том что все проблемы до том что все проблемы нет но газета проханова она как бы свое время была действительно интересной потому что она была единственной альтернативой вот той ерунде которая творилась девяностые годы когда там всеми сми заправляла альбации все прочее сейчас она в общем немножко скатилась конечно но нью-йорк-таймс превращается какой-то ухудшенный вариант газеты завтра там например недавно было целый фильм который сняли журналисты нью-йорк-таймс о том что все проблемы которые сейчас есть в америке они связаны с кгб причем с реальным кгб которая на самом деле никуда не исчезла она до сих пор существует просто не явной форме и она до сих пор продолжает вредите в америке и все проблемы америки из-за этого медом а я бы им помог потому что кгб это существует комитет госбезопасности официальная структура беларуси беларуси но я кстати говоря туда это знаменитая теория что на самом деле всем миром правит вот и еще видел там статью о том что русские скупают землю в финляндии чтобы построить там секретную военную базу финляндия как раз рядом с карелией между прочим на карте ну и так далее то есть это вот что-то такое что из наших палестин выглядит не просто смешно а ну ну я не знаю генерически смешно да то есть вот такая сплошная теория заговора и это все главное газеты соединенных штатов да и мира всего который там огромный небоскреб в нью-йорке если не ошибаюсь да и вот ну насколько как в том анекдоте да доебались до мышей вот примерно то же самое случилось с американскими сми за последний причем за последние буквально несколько лет вот какой-то полет шмеля не знаю пикирование шмеля когда американские сми деградируют с какой-то совершенно безумной скоростью просто превращаются в унылое говно даже не унылое какое-то возмутительное говно со скоростью пикирующего бомбардировщика все я нью-йорк таймс имеется ввиду да да ну и не только но у них здание бросать несколько примеров я сейчас один скажу то есть в качестве такой такого мяса на которое можно накинуть сюда если они говорят про то что у нас тут в карелии строится пусть подозревает например несколько дней назад у нас тут если кто-то из петрозаводска или из ближайших районов карелии мог слышать что был непонятные очень громкие звуки которые вообще называются в природе по моему природная аномалия звук апокалипсиса и очень редкое на самом деле явление считается но давайте накинем им как бы будем думать что это на самом деле какая-то движуха ведет и мы на самом деле шагающие роботы говорил что по поводу шагающих роботов вы же помните у нас была история когда кран упал на авианосец вот и дело в том что на же путин рассказывал о том что вот россия создала новое супероружие там новые ракеты все такое там подводные торпеды автономные вот и все такое вот и многие ему не верили особенно на западе да то есть говорили что все это ерунда но в истории с авианосцем как бы вот всей весь этот скепсис он должен был развеяться сразу потому что но эта история она показала что россия способна ухуячить авианосец не то что там какой-то ракетой а просто краном способно ухуячить целый авианосец то есть я думаю если начнется война с америкой то просто на побережьях америки высадятся такие дивизии шагающих кранов и начнут просто разрушать америку уничтожать ее полностью и америка вынуждена будет сдаться чтобы просто не погибнуть от начала до конца поэтому мне кажется вот все корреспонденты нью-йорк-таймс они срочно должны прекратить военную истерию и чтобы выжить наоборот как-то сдаться я даже не знаю вот такая вот такая я думаю что если делать по международным отношениям не в 21 веке карточную игру по типу magic the gathering hard stone гвинт то должна быть карта авианосец очень сильная до у которой очень большой номинал скажем 20 должна быть карта башенный кран значит российский башенный кран с номиналом 1 но у нее свойство что она уничтожает авианосец но это двойка бьет туда до двойка бьет вставить хотел тоже то что на самом деле такие карты существуют только не в электронном виде а в реальном например когда соединенных штат америки ну как правило вступают в какую-нибудь военную кампанию на своих противников составляются колоды карт в частности такая была например на ирак где был туз пиковый саддам хусейн туз кресте это из от ибрагим дури который вице-президент то есть принципе такая идея уже существует ее важно просто в интернет перевести но и кстати я вас помню что в игрушке в ромб тотал во там можно было самых сильных юнитов бронированных слонов обратите в бегство подожженными свиньями то есть на слонов выпускали подожженных свиней они очень дико кричали и слоны обращались бегство и я связи с этим думаю что может нам стоит переключиться с соединенных штатов на украинские события вот военное положение и все такое ну то есть может быть ладно я я я обойду шутку короче то есть да поэтому я в принципе могу ее обойти потому что все уже в уме пошутили на самом деле да то есть боевого боевого слона я не знаю боевого слона европейского союза напугали подожженных свиньей украины ну что ж это просто метафоры поэтические образы то есть ничего очень поэтично я не ставлю я думаю степанцов напишет эпическое что-нибудь в стиле лютика так чарльз хуёвский кстати говоря донатер с никнеймом чарльз хуёвский 118 рублей шалом марк аврелий желаю удачной хануки тебе и гостям нам в универе задали реферат на тему как можно аргументировать позицию что государство широко очкового это антиутопия имеется широко очковый это платон я поясню излишне очевидную чушь мути компот молоть не хочется поэтому обращаюсь к тебе посоветуй что можно написать дабы было не слишком банально заранее спасибо ну смотри почему государство широко очкового это антиутопия потому что там предполагается что это с одной стороны идеальное государство с другой стороны что она в какой-то момент все таки выродится и перестанет существовать потому что уже даже сам сократ в диалоге государства дает этому идеальному государству очень мало времени на существование просто если это антиутопия в этом смысле также это антиутопия в смысле того что она расходятся с нашими ценностями сегодняшними ценностями равно как и с ценностями общества тогда то есть можно копнуть в эту сторону также это антиутопия в том смысле что создание этого государства расходятся с нашими ценностями сегодняшними и с ценностями тогдашними напоминаю что для того чтобы создать идеальное государство сократ в государстве платона предлагает найти уже имеющиеся деревни и убить там всех старше 19 лет потом оставшихся значит подростков вырастить с правильной философии то есть ну по-моему это это вполне себе антиутопия я бы правда защищал бы это стоит позиции что это было бы антиутопия если бы она не была корнем всех антиутопий изначальной предпосылкой от которой отталкивались авторы всех антиутопий вообще надо же больше скажу поскольку антиутопия это жанр появившийся по сути дела двадцатом веке авторы всех антиутопий вообще начиная там замятина заканчивая какие какой-нибудь современный попсой там голодные игры метро и так далее они отталкиваются не столько даже от государства платона сколько от людей отталкивающихся от людей отталкивающихся от людей ну и так значит там в периоде короче ну и не в периоде блять я имею ввиду а длинная короче цепь там к государству платона именно государства платона от политики аристотеля мало кто отталкивался кроме когда кроме людей именно занимавшихся да то есть и пать по тип фома аквинского то есть людей за именно занимавшихся политикой политической философии политологии вот от государства платона отталкивались все потому что это труд экзотерический, а труды Аристотеля они эзотерические, они для своих. Так, человек с никнеймом Тесак Майдик, 100 рублей. Скажи, Марго, почему некоторые из имперствующих зигот, вроде свина Гитлера, без смущения называют украинцев недонацией, при том, что американцы, к примеру, отдельная нация от Англии. Что мешает украинцам, даже в прошлом являющимся частью русской нации, отделиться и начать свой путь к формированию новой нации на противопоставлении себя русскому миру. Ну, это зависит от определения нации. Что? Я тоже возмущен просто, я присоединяюсь к оставшему донату, и я тоже вместе с ним возмущаюсь данным фактором. Это ужасно. Вы действительно здесь строите догадки, почему он это делает, по-моему. Ну, я смотрел его интервью, мне очевидно, почему. Ну, я на Твиче просто не буду это говорить. Ну, на самом деле, если отбросить крамольное предположение, что основной задачей Громпо является пропагандировать какую-то конкретную точку зрения, и, в принципе, он скажет вообще что угодно, для того, чтобы, собственно, эту адженду продвинуть в массы, если отбросить вот это, значит, всякие наговоры и поклёп, то всё зависит от определения нации просто, которое он, в общем-то, давал в том интервью, которое я на стриме смотрел с Зориным. Вот. Не помню, в чём оно состояло, но так или иначе надо просто, типа, посмотреть на определение и посмотреть, почему украинцы ему не соответствуют. Нет, ну, если, как бы, поглубже уходить, почему американцы смогли отделиться и стать отдельной нацией, почему украинцы, ну, Америка после войны за независимость, после принятия Конституции была потрясающе успешной стороной во всех отношениях, в экономике, в внешней экспансии, в политике, не знаю, в технологиях, которые очень быстро развивались. Вот. Америка была в потрясающей успешности, не знаю, в образовании том же самом, да, вроде бы нищие колонии, когда-то нищие колонии, да, где-то на окраине мира, и там огромное количество колледжей, где неплохо учат, которых нету, не знаю, где-нибудь, ну, в общем, много где в Европе были регионы, в которых не было вообще никаких высших учебных заведений, в частности, та же Россия, в которой в начале XIX века был один университет, в то время как в Соединенных Штатах их было то ли семь, то ли восемь, при том, что в США, конечно, населения было во много раз меньше. Америка была потрясающе успешной стороной, а Украина была потрясающе неуспешной стороной на протяжении последних 27 лет, поэтому почему Украина не получилась создать... ну, ладно, получилось, не получилось... Я от себя мог бы добавить свою интерпретацию того, что, быть может, говорил господин Просвернин, и в том числе то, чего отталкивался господин Зорин в этих дебатах. Дело все в том, что, правильно сказал Зорин, то, что в определении слова «нация» есть, ну, вообще два подхода. Либо это что-то связанное с этносом, либо это что-то связанное с формированием какой-то структуры, а какой ни один, ни другой по-настоящему не объяснил. Дело все в том, что это уходит далеко до еще 40-х годов, когда существовала не то, что Организация Объединенных Наций, а Лига Наций. Вот эти вот две структуры, одна пытавшаяся стать основополагающей, и вторая ставшая ею, никогда ни у кого не возникало вопросов, вот, саму к себе, ну, тем, кто занимался международным правом, а может быть и зрителей, почему она называется Организация Объединенных Наций, почему не государство. Вот я, например, в своих работах использую исключительно понятие, что субъект международного права, основополагающий, это государство. Но на самом деле, с точки зрения подхода ООН и до этого Лиги Наций в их документах, субъектом является именно нация, то есть что-то, какая-то государствообразующая структура, которая, в свою очередь, является владетелем территориального уже объекта, как то или иное государство и управление им. В этом плане они планировали вот перенять опыт государства Ватикан, или Святого Престола, как он называется. Святой Престол не является даже с точки зрения его руководства субъектом. Субъект у Святого Престола – это католическая церковь, во владении которой находится территориальный объект государства Ватикан. Поэтому, в частности, она не является полноправным членом ООН, потому что она себя нацией не считает. Но за прошедшие годы подобное... И, например, это объясняется, почему в числе основателей ООН не только Советские Союзы, но, например, Украина с Белоруссией, которые тогда независимостью не обладали. Сталин еще хотел Литву добавить. Да, Литву, но ему не дали. И было сказано, что если вы можете вообще добавить все союзные республики, тогда мы добавим все Штаты. И в этом плане подобная тактика была утеряна за годы. И понятно, что сегодня в научном изучении субъектов международного права под нее понимаются государства как таковые суверенные и независимые. Это такая терминологическая особенность, о которой все забыли в той дискуссии. Но тут еще надо заметить, что был еще и другой момент. Дело в том, что сама декларация была подписана 1 января 1942 года, когда львиная часть Европы, и не только Европы, но и Азии, находилась под оккупацией немцев и японцев. И нации — это указание на то, что ООН в каком-то смысле объединяет в том числе те нации, которые находятся под оккупацией германского государства, в первую очередь Третьего Риха. То есть такое своеобразное непризнание легитимности контроля Третьим Рейхом, там большей части территории. Но мы же помним, что пошло-то это не от организации объединенных наций, а от Лиги наций. Да, это правда. Лига наций, сама идея была создана президентом Вильсоном, который был, откровенно говоря, протестантский фанатик. А для протестантов американских там вообще очень такие интересные представления о международном праве. Но, в частности, можно сказать, что в свое время английское, ну, англо-американское, можно так сказать, протестантское движение было главным локомотивом отмены рабства сначала в Британской империи и потом в Соединенных Штатах. И если посмотреть, какие были программные заявления той же Евангелической церкви Америки во время Второй мировой войны, как они предлагали устроить мир после войны, там очень много интересного для современного мира. Там, например, полная отмена границ, то есть полная свобода трансграничных переходов, ну, и много того, что сегодня там находится в арсенале SGV. Это появилось не само по себе, это берет свое начало от протестантских движений 19-го, 20-го века, если почитать, опять же, программы евангелических церквей, некоторых других церквей американских времен Второй мировой войны, мы просто там увидим программу такого радикального крыла демпартии сегодня, по крайней мере, что касается международных отношений. Да, ну, как пишет Молдбаг, протестантизм есть левачество, и левачество есть протестантизм. Так, Чот Холдно, спасибо за подписку, это твоя первая подписка. Не Меланхолик, тоже спасибо за подписку, твоя первая подписка, добро пожаловать. Так, Мартин Алексеевич, 100 рублей. Привет, в течение какого времени мне придет кружка, которую я заказал, живу в Москве? Не могу знать, это все зависит не то, что не от меня, а если она была уже к тебе отправлена, то есть на e-mail тебе должно было прийти письмо, что your product has shipped, вот, если она уже shipped, то это зависит уже не только не от меня, но даже не от Streamlabs, а от службы, которая уже занимается непосредственно перевозкой, вот, то есть посмотреть можно тогда на их сайте, какой бы он ни был, да, и то они могут тебя перенаправить на другой сайт, который занимается доставкой, то есть это уже зависит от москалей, короче. Так, да, шиперы, шиперы, так, задавайте ваши вопросы, дорогие зрители. Во, как говорится, жижа, 100 рублей. Приветствую, Марго, и гости, дорогие, у меня вопрос. Представьте себе, что на Земле появляется не занятый никем новый континент, с благоприятным климатом и топологией, куда потянутся все желающие того переселенца. Каков будет шанс, что новое образование повторит успех США, если не превзойдет его? Ну, я, можно коротко на этот счет отвечу? Я очень советую, вот, примерно по той теме, о которой я рассказывал 4 ноября до чтения Ксмита, там есть замечательная книжка Нила Фергюсона, Гарвардского профессора экономической истории, the best and the rest, запад и все остальные. И там обсуждается такой вопрос, вот, если бы испанцы высадились в Вирджинии, а англичане высадились бы где-нибудь на побережье Бразилии или в Аргентине, то стала бы Аргентина сегодня, там, не знаю, Южная Америка стала бы сегодня Соединенными Штатами, а Северная Америка превратилась бы в Латинскую Америку с ее вечными конфликтами, с ее экономическим недоразвитием, с ее слабым государством, с властью наркокартелей и всего прочего. И вот Фергюсон приходит к выводу, что да, именно так и было бы. То есть самое важное, это какая культура была той нацией, которая колонизовала ту или иную часть Америки. Есть прямо противоположное мнение, есть мнение, такая знаменитая статья Энгермана Соколова. Соколов, ну, он польский еврей, который уехал, по-моему, польский еврей, не помню уже сейчас, который уехал в Америку, там натурализовался, или его родители уже, не помню. Значит, Энгерман, это тоже его соавтор. И они там показывают вот что. На самом деле то, как заселялась та или иная часть Америки, зависело только от одного фактора. Какой был климат и какой был, соответственно, преобладающий тип сельского хозяйства. Плантации, где выращивался сахар, табак, что угодно, или фермерские хозяйства. Если плантации, то там требовалось много дешевого принудительного труда, очень грубо. Если фермерские хозяйства, то там принудительный труд был неэффективен, а были эффективны частная собственность, семейные фермы и так дальше. И вот там, где были семейные фермы и частная собственность, там все было замечательно. Там, где были плантации с принудительным трудом, с жестким разделением на элиту и на всех остальных, вот эти части Америки, они до сих пор находятся в состоянии перманентного недоразвития. Какой из этих двух подходов правильный? Это дико интересный вопрос. Может быть, я когда-нибудь про это даже чуть-чуть напишу, если у меня наконец появится время. Вот, четкого ответа на этот вопрос нет. Что важнее, вот чисто такие природные факторы или культура той нации, которая первоначально занималась колонизацией той или иной части света? Четкого ответа, ну мы с одной стороны, конечно, видим, что там Австралия намного успешнее, чем, не знаю, Нигерия, а Нигерия намного успешнее, чем Нигер. Нигерия, да, потому что если вы самому жителю Нигерия скажете, что он живет в государстве, Нигерия, да, он сильно обидится и побьет вас и утопит в речке. Вот, поэтому если вы там окажетесь когда-нибудь, говорите только Нигерия. Или, я не помню, как там правильно это произносится, но, в общем, только не так, как я сказал. Вот, поэтому это дико интересный вопрос, но однозначного ответа на него нету. То есть, что важнее, опять же, культура или природа, здесь споры, видимо, будут вестись очень долго, а, возможно, и всегда. Так. Некрокопра. Спасибо за Prime подписку. Некрокопра. Спасибо. Так. Ну, мне понравилось, кстати, использование слова топология в вопросе. То есть, континент с благоприятной топологией. То есть, там, Фоменко, учебник, все дела. Обычно ландшафт, говорят просто. Я насчет континента мог бы просто добавить то, что на Земле еще есть один незанятый континент, удачи. Это правда. Да. Но он скоро растает, так что все. Так что все там утонутся. Глобальное потепление. Все дела. Задавайте ваши вопросы. Почему в Botswana все нормы по сравнению с соседями? Но она колонии не была формально, по-моему. Ну, она не была колонией. Кроме того, им, на самом деле, повезло. У них, ну, так получилось, чисто случайно, что элита смогла, во-первых, отстоять свою страну от Сесила Роца, который в это время колонизал всю Южную Африку. А с другой стороны, им удалось очень быстро консолидировать всю политическую власть в стране. У них, например, нельзя называть себя никем, кроме Botswana. Ну, то есть, естественно, изначально это был такой микс из разнообразных племен, из которых просто одним из самых крупных племен были Цвана. И государство, соответственно, Botswana, это просто государство Цвана. Так вот, у них сейчас запрещено называть себя как-либо иначе, кроме как Botswana. Запрещено даже называть себя Цванцем. Вообще никак. То есть, если ты живешь в Botswana, ты Botswana. По-другому ты... Ну, это примерно как в России запретили бы, там, не знаю, называть себя, я не знаю, Чукчинь. Да, или Татарин, извините. Русским. Прости. Да, русским, действительно. Вот. То есть, у них была очень жесткая консолидация. Ну, кроме того, у них было много алмазов. И они деньги, которые у них шли от алмазов, смогли не потратить на какую-нибудь ерунду. А поскольку, опять же, страна была консолидирована, элита была консолидирована, им просто повезло. Ну, удача на самом деле. Вот, вот, действительно удача. То эти деньги, они пошли на развитие, а не на проедание. Поэтому были природные ресурсы хорошие, была консолидация элит. И была, ну, такая жесткая национальная политика. Все правильно, кроме вот одного маленького факта. То, что никогда не были колониями только два государства Африки. Это Эфиопия или Берия? Батсвана была. Нет, ну, как сказать. Это дело в том, что у Британской империи было очень много уровней, как сказать, колониальной зависимости тех или иных территорий. Да, там, не знаю, в той же Индии были фактически независимые территории, где британская власть была, ну, с одной стороны условная, с другой стороны... Ну, в общем, Британская империя была такой очень сложно организованной структурой. И была ли, ну, формально, формально, чисто формально, Батсвана, она не подчинялась министерству колоний. Там не было наместника, который бы управлял этой Батсваной. Да, там все-таки управляли племенные вожди. Но, опять же, это формально. На практике, конечно же, она была вынуждена там координировать свои действия с Лондоном. Там и вождь Верховный, он ездил в Лондон, значит, там договариваться о всем, чем угодно. Ну, то есть, тут вопрос о том, что такое Британская империя, это было очень такое странное. Ну, и смотря что называть официальным, потому что официальная декларация независимости государства Батсвана, это все-таки официальный документ, который, по-моему, был в 60-х годах. Я согласен, хорошо, да. Ну, то есть, она, скажем так, она была в колониальной зависимости, но в очень мягкой колониальной зависимости. Вот как-то так можно сказать. Ну, да, примерно так. Примерно, да, да. Ну, Либерия, она не была, опять же, колонией формально. На самом деле, она там была долгое время просто американской колонией, на самом деле. Да, то есть, тут тоже такой момент, что... Вот реально не была ни сей колонией Эфиопия. Хотя, ну, какое-то время она, скорее, была советской колонией, но тоже не очень долго. Так что тут, в общем, да, примерно так. Ну, по сути дела, Буцвана получила все бонусы от того, чтобы быть колонией, но не получила недостатков. То есть, протекторат. Да, то есть, они, например, отправляли своих вождей просто массово учиться в Оксфорде, в Кембридже, в Империал Колледже. Ну, в общем, да, это примерно как Сингапур, например, или кто там еще, Гонконг. Ну, Гонконг, ладно, там длинная история, Сингапур тот же самый, да, тоже. Получил все бонусы от пребывания в статусе колонии, но почти ничего не получил плохого. Но некоторым странам повезло не так сильно. В этом-то и особенность колониальной политики, что в конечном итоге не все, кому по резолюции деколонизации была дана такая возможность, стали независимыми, потому что, ну, банальная фраза у нас здесь неплохо кормит. Ну, да, да, наверное. Ну, то есть, можно посмотреть, что делали те же самые бельгийцы в демократии, ну, в нынешнем демократической республике Конго. Да, они там делали очень интересные вещи. То есть, там, например, всем конголеццам, которые не приносили достаточное количество, я не помню, что они там собирали, то ли это самое каучук какой-то, не помню. В общем, просто не принес достаточное количество каучука, тебе отрубают левую руку. В следующий раз, там, правую руку. Ну, это конголезцы делали друг с другом. Да, 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 да. То есть, исполняли это уже сами конголезцы, но над ними стояли, собственно говоря, бельгийские эти самые чиновники. В плане Бельгии я бы предложил еще лучше пример. То, что является чисто бельгийским ноу-хау, их система управления Руандой. То есть, система разделения на более благонадежную придуманную народность Туци и всю оставшуюся часть народности Хутту. Которая, в конечном итоге, мы знаем, к чему привела в 1994 году. Это вообще удивительная история. Бельгия вроде бы такая миролюбивая страна, там, Меркель-Пуаро, там, красивые города. Вот, а в их колониях, которые когда-то были их колониями, вот уже полвека продолжается бесконечная резня. Там в Конго, ну, в Конго просто резня продолжается бесконечно. То есть, вот как они перестали быть, да, и до того, как они перестали быть колонией. И после этого там просто полвека идет бесконечная, ну, просто резня всех, война всех против всех такая, гопсовская просто, не знаю. И в Руанде там самое страшное, самый страшный геноцид, если считать в процентах вообще за весь 20-й век. Ну, по-моему, только поляки во Второй мировой пострадали больше, если, опять же, считать в процентах от населения. Только поляки страдали. Ну, я точно знаю, что Руанда лидер по динамике этого геноцида. То есть, за три месяца почти миллион человек. Да, ну, там 20% населения в Польше примерно столько же или даже больше. Ну, там шесть лет, вообще-то, она находилась под немецкой оккупацией. Потом на ней, на ее территории велись бои там страшные, красные армии с вермахтом. Вот, и, ну, ладно, за пять лет, окей, хорошо, в 1945-м ее уже там полностью освободили. Но за пять лет они потеряли столько же, сколько Руанда за три месяца. То есть, разница в скорости в 20 раз. И Польша еще пострадала больше. И в Польше было огнестрельное оружие, взрывчатка, концентрационные лагеря смерти, значит, высокие всякие технологии. А в Руанде, ну, там мачетами, как бы, в общем-то. Ну, да, да, да. Да, там была милиция, так называемая, интерохамбы. Да, 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 да. Не, ну, в Польше там эти самые применялись, огромные эти орудия, вот эти 500-миллиметровые преподавления Варшавы, да, там вообще была жуть полная. А тут, действительно, в основном, в основном убивали просто. Ну, с другой стороны, в той же, те же красные кахомеры тоже неплохо порезвились, в кавычках. Тоже, в общем, используя самые простые способы. У них там самая интересная история, по которой я помню про Камбоджу. Они, когда вошли в столицу, Панампень, если я не ошибаюсь, они сразу же расстреляли Центральный банк. И всех людей, которые бросились хватать банкноты, которые просто летели по воздуху, они сразу убивали. То есть, хватаешь банкнот, тебя сразу убивают. Ну, это вот, то есть, можно, на самом деле, и без всех современных ядерных оружий, безо всяких современных авиаций, танков и всего прочего, устроить такую резню, что Гитлер может еще и позавидовать. Это еще они у Хованского нож-кредитку не купили просто. Абсолютно. Вот. Ну, на самом деле, что я сказать-то хотел? Да, король Леопольд, значит, бельгийский, там специфическая ситуация была с вот этим вот, ну, скажем, геноцидом в Конго. Потому что, ну, когда, в общем-то, это наднациональная комиссия, не помню какая там, признала это дело геноцидом, там специфическая была формулировка, что, ну, на самом деле... формулировка была примерно такая, что нельзя поручить уроженцу Конго, значит, быть надзирателем, потому что тогда он начнет отрубать руки, там, головы и так далее. Нужно было тщательно следить, чтобы этого не было. И поскольку бельгийцы тщательно не следили, и король лично не приказал тщательно следить за тем, чтобы не было отрубаний, значит, рук младенцам и так далее, то, значит, король устроил геноцид конголесского населения. То есть это очень важный момент, потому что, как правило, все преподносится так, как будто король Леопольд, он просто внезапно, вот сидя в Бельгии, решил отдать приказ убить как можно больше, значит, жителей в Конго. Возможно, через Догвыслинг он это сделал, или как-то там называется. Ну, просто разница в чем, в Центральной Африке, вот как раз в долине Конго, там уже в середине второго тысячелетия начало формироваться какое-никакое государство, ну, более-менее современное. А в других регионах Африки там сохранялся, ну, совсем такой примитивный традиционный строй. И этот традиционный строй, он более-менее препятствовал, ну, совсем уж такой безумной жестокости. Да, ну, потому что, когда все живут там в племенах, как-то вот это все, племенной строй, да, такие традиции, ну, даже не знаю, традиции родоплеменные, вот это все, это как-то ограничивает насилие, да. А в Конго уже начало строиться, ну, несовременное, но какое-никакое государство. И когда в это государство, значит, прибыли инопланетяне, ну, потому что понятно, что бельгийцы по сравнению с вот этими конголезцами, они были там, как инопланетяне по сравнению с нами, ушедшие на много тысяч лет вперед, там просто вот не работали те механизмы, которые ограничивали насилие в других частях Африки, а, значит, появление вот этих инопланетян, оно спровоцировало такой взлет насилия внутри самого, значит, этого общества, этой, не знаю, этой общности, что, да, конечно, конечно, убивали там в основном сами чернокожие и чернокожие, то есть там не то, что белые приходили и всем отрезали руки, нет, конечно. Это тоже такой момент. Ну, то есть иногда бывает так, что развитие, оно, наоборот, не уменьшает, ну, мы, в общем, знаем на примере всей истории, что иногда развитие, оно приводит не к уменьшению, а к увеличению объема насилия. Ну, как мы видим по двум мировым войнам в сравнении с XIX веком. В XIX веке все были какие-то нормальные, адекватные, потом все взбесились и начали по всему миру друг за другом гоняться и друг друга убивать, пока не убили там сколько сто или 150 миллионов человек в двух мировых войнах. Вот, такие тоже, такие тоже бывают дела. Ну, это... Так... Лестер Миндарас, спасибо за прайм-подписку, ты с нами третий месяц, счастливый Хануки, не Александр, не Герман не испортит его. Не понимаю, Александр, так и Герман. Ну, ладно, спасибо. Так... Ну, нет, по поводу Бельгии, в принципе, Найджел Фараж хорошо сказал, когда выступал в Европарламенте, что... Неудивительно, что лидеры Евросоюза выступают против национального суверенитета, что Бельгия это, в общем-то, почти не страна сама по себе. В принципе, если так подумать, то да, Бельгия это действительно очень необычное такое... Необычное явление, скажем так. Ну, Бельгия это вообще во многом такое средневековое, не знаю, средневековое наследие, да, вот что-то такое непонятное, что не смогло вписаться в полной мере. В политическом смысле, в экономическом смысле, они там первые после англичан переняли промышленную революцию, все у них было замечательно. А в политическом они так и не смогли найти себе мира, вот в новом... Найти себе место в новом мире национальных государств, потому что когда-то Бельгия вообще была там центром Западной Европы, и как-то они не смогли перестроиться и, ну, строиться в какое-то другое национальное государство или сами построить себе собственное такое. Поэтому до сих пор Бельгия остается как-то очень странным. Даже название у нее совершенно странное, потому что что такое Бельгия? Нашли какое-то племя бельгов, которые жили еще в античное время, и все из этих бельгов назвали страну, хотя она там... Бельгия вообще никогда не называлась. Она была Пландрией, Волонии, Бургундии и каким угодно, но только не Бельгии. Такая очень действительно странная и интересная страна. Скоро ее уже не будет, так что, в общем... Да, ну и Бельгии сами были кельтами. Да. Сейчас в Бельгии говорят на романских и германских языках исключительно. Ну, правда, сложно упрекать страну в отсутствие у нее кельтоговорящего населения, если так подумать. Так, Швайнхотеп, 100 рублей. Халло, Моргенштерн, насколько я ебанулся, если слушаю БГ? Мне мать с неба кажет кулак, а мне все смешно в кулаке кокаин. В общем, мечи, стаканы на стол и удачного стрима. В общем, дело, я не понимаю эту отсылку, потому что я такое говно для бумеров, блядь, не слушаю. Вот, такие дела. Так. Сережа... А что? Надо слушать фейса, надо быть как-то. Конечно, конечно. Сережа Ивен, 100 рублей. А, Сережа Ивен, это смешно, кстати, это отсылка на детство-юность, отрочество Толстого и, соответственно, на мое очень старое видео на тему того, что Лев Толстой был геем. Так, Сережа Ивен, 100 рублей. Марго, что думаешь о наказаниях в Америке по системе трех страйков? Какие есть доводы за и против? Просто через неделю дебаты, и я боюсь на них обосраться, так как кроме инфы с Вики ничего о теме не знаю. Помоги, пожалуйста. Спасибо. Ну, сразу говоришь, что это расизм. Вот, и ты победил. Хотя, подожди, ты же не в Америке, блядь. Да, то есть, как бы я дебатировал, если бы это в американской школе было, я бы сказал просто, что это расизм, и ушел бы с медалью, короче, как лучший дебатер клуба, и все. То есть, дело в шляпе. То есть, это, пожалуй, не нужны планы в стиле, там, 12 друзей Оушена. Просто говоришь, любой закон, благодаря которому сажают большое количество, так скажем, людей, это расизм, и все тут, и ты победил. В дебатах главное уметь говорить и дышать одновременно. Это не шутка, потому что сейчас в школьных клубах для дебатов учат вообще исключительно этому. То есть, если я сейчас именно в школе, я не в колледже имею в виду, и тем более не в университете каком-нибудь, но вот в школах, если в клуб для дебатов записаться, то там учат исключительно, как делать быстрые вдохи, дышать быстрыми вдохами и выдыхать, соответственно, через речь. Вот. И при этом, чтобы голова не кружилась, потому что, ну, это вообще неполезный ритм дыхания. Так-то. Ну вот, как дышать, как Трамп, короче. Это так не формулируется, но посмотрите, когда-нибудь какие-нибудь заготовленные заранее публичные речи Трампа. Вот дебаты с Хиллари, например. Делает быстрый вдох в нос, значит, и выдыхает с речью. И дебатирующие подростки в США сейчас делают точно так же. Они не умеют составлять аргументы, но зато они умеют. Вот. Значит, по поводу Three Strikes Laws. Из того факта, что я, в общем-то, в той тираде, которая сейчас прозвучала, не сказал вообще ни слова, а Three Strikes Laws, ты, наверное, понял, что я, в общем-то, не эксперт по законам, в принципе. Но в популярной риторике, значит, Three Strikes Laws используется как такой токинг-поинт для осуждения расизма. В частности, для осуждения, например, президента, бывшего президента Клинтона. Вот. То есть, можно сказать, что их специально ввели для того, чтобы наполнить тюрьмы чернокожим населением, чтобы уничтожить черную семью, и для того, чтобы эксплуатировать рабский труд в тюрьмах, которые нужно отменить. Вот. Необходимо. То есть, в принципе, если бы ты такой искал в американской школе, тебе бы не только медаль дали, тебе бы еще поиск, блять, повязали, повязали, как в рестлинге, и вручили бы кубок, значит, серебряный мгновенно на любых дебатах. При условии, конечно, если у твоего оппонента не еще более... хорошо аргументированная позиция. Вот. Так что, да, у гостей есть какие-нибудь мнения по Three Strikes Laws? Я могу пояснить, в чем они состоят, но, типа... Не, ну, закон трех ошибок, это в том состоит, что три тяжелых преступления и тебя приговаривают, ну, или к пожизненному, или к чему-то очень длинному, и, в общем, ты уже выйдешь из фильма стариком, грубо говоря. Ну, примерно так. Нет, я хочу, как бы, порадоваться тому, что в России закон трех ошибок, он уже давно побежден. То есть, у нас можно получить большой срок, только если ты, там, не знаю, бросишь бутылку какую-нибудь пустую в представителя порядка и справедливости. А вот, а так у нас резервисты, они, там, могут заниматься воровством по 10, по 20 раз иметь, там, ну, два раз, ладно, но, в общем, иметь, там, 5-6 ходок, это, в общем, нормальное для нашей криминальной среды. У нас могут за убийство, там, человека посадить на два года, дать условный срок. То есть, у нас в этом отношении все очень замечательно, смертной казни нет. То есть, у нас, как в Норвегии, только, как бы это сказать, у нас главный персонал вообще в тюрьмах, я вот, не знаю, знаете вы, Анатолий, или нет, у нас главные обитатели тюрем, это не какие-нибудь, там, убийцы, грабители, еще кто-то, это всякие мальчики, которые, девочки, которые, значит, разносили наркотики, там, и были пойманы, не знаю, с 30 граммами марихуаны. Второе, это алименщики, вот, и третье, это какие-нибудь мужики несчастные, сельские, которые там украли у соседа курицу. Вот, то есть, у нас, как бы, все очень в этом, да, ну, а те, кто совершил реально тяжкое преступление, те в тюрьме, они пользуются почетом, уважением, конечно же, не работают, то есть, рабский труд для них у нас отменен. Вот, так что у нас в этом отношении все, ну, и вот, недавно были фотографии, есть такой цапок, который был организатором банды, который совершил 14 убийств, и, в конце концов, его посадили только после того, как его, значит, архаровцы, они сожгли дом с маленьким ребенком. То есть, сожгли зажиг. Вот, и недавно... Да, они еще семью убили там. Да, да, ну, то есть, там, что-то, что-то из такого, из плохого боевика какого-то. Вот, и, значит, недавно появились фотографии, как он сидит где-то в Приморье, он там... Алаверды, Алаверды, это не цапок, я больше, судя по всему, здесь чуть-чуть в теме, да, цаповяз, а сам цапок стал опущенным на зоне несколько раз и умер от сердечной недостаточности. Я извиняюсь, ты не понимаешь? А это не из видоса Сокрама? А, нет, там про другого, все-все-все, нормально. Я, конечно, понимаю, что у нас, да, как бы, зона не самая лучшая, но иногда и кое-кто получает и по заслуги, но не всегда. Иногда все-таки проявления расизма у нас бывают изредка, но в целом, вот, как показывает пример цаповяза, который там фоткается теперь с начальством всей этой колонии, где он сидит за столом, который ломится от продуктов, от какого-то, значит, бухла, и, в общем, чувствует себя, видимо, на зоне великолепно, по-моему, лучше, чем на воле. Вот, как бы, пример того, что у нас все-таки расизм в целом побежден. У нас главные обитатели тюрем – это люди, которые совершили страшные преступления, вроде раскуривания марихуаны, неуплаты алиментов, значит, кражи курицы и так дальше. А вот люди, которые плохие экранки записывают на мобилу, они там тоже есть? Нет, они относятся к высшей, как бы, аристократии воровского мира, то есть они наряду с ворами в законе, вот где-то там, то есть рядом с Сиповязом и так далее. Понятно. Вот Русланом Соколовским. Да, у человека татуировка такая в виде Джейсона Стэдхэма в память о том, что его посадили за то, что он пиратил фильм «Механик» 4 года назад или что-нибудь в этом роде. Вот это интересная была бы зона на самом деле, то есть документальный фильм посмотрел бы. Жижа 100 рублей. Хорошо, разовьем вопрос. Есть ли предпосылки к созданию международного механизма регулирующие юридические права на новых землях? Когда на Марсе будет жить порядка 10 тысяч человек, какими законами будут руководствоваться граждане планеты? Мне кажется, они будут... Это как раз, я думаю, ко мне, потому что по поводу международного права я чуть-чуть... Вот, да, и за Сим я сейчас отойду и вернусь как раз, то есть будет время. Есть несколько разновидностей того, что вы называете террановой или новой территорией, которая будет так или иначе освоена. Если мы говорим о всем, что заходит за линию Кармана, ну, 100-километровая линия вверх атмосферы, за ней начинается так называемое космическое пространство. Его регулирует специальный договор о космическом пространстве 60-х годов, согласно которому пространство за одним исключением объявляется абсолютно нейтральной демилитаризованной зоной, на которую не могут претендовать никакие субъекты международного права. Единственным исключением является Международная космическая станция, являющаяся кондоминиумом, то бишь собственностью сразу 15 стран, в числе которых есть, например, наша страна, Соединенные Штаты Америки, ну и ряд других развитых и развивающихся стран. Если говорить о территории на нашей с вами планете в рамках атмосферы, то здесь есть разделение на суверенные территории и так называемую Терранулиус, Ничейную Землю. К таким относится район Открытого моря, к таким относится воздушное пространство над ним до линии Кармана 100-километровой и Антарктида. В принципе, на все эти территории они регулируются, ну, морские пространства договором Конвенции по морскому праву 1982 года, по-моему, а Антарктида – договор об Антарктике специальный. Если человек настаивает на появлении вдруг из океана в нейтральных водах какого-то нового материка, скорее всего, его ждет какая-то специальная конвенция. Ну или же война. Да, я просто хотел заметить, что мне кажется, что когда люди высадятся на Марс, то отношения между ними будут регулироваться вопросом о том, у кого мощнее лазеры, у кого мощнее бомбы из антивещества и вот такими вещами. И у кого эти лазеры из глаз, да. Да, да, кстати говоря. Может быть. Да, ну, да, 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 да. Я что-то хотел сказать по этому поводу, и у меня вылетело из головы. Господи, все, у меня исчезло из головы, и, блин, и надо нам что-то говорить, пока Анатолий к нам не пришел. Я не знаю, давайте мы будем говорить про Соединенные Штаты. Скажите что-нибудь про Соединенные Штаты, пока, Анатолий. Ну, про Соединенные Штаты можно очень много чего сказать, в частности, например, про отношения Соединенных Штатов и Саудовской оралии. Очень интересная тема, да. Она зиждется на одной проблеме, которая существует сейчас. Это имя этой проблемы Джамаль Хашоги. Несмотря на то, что человека уже, как бы, значительное время нет, как проблема, он существует. Ну, то есть, я думаю, не надо объяснять, кто это такой. Ну, зрителям, в принципе, можно. Это журналист, который бежал из Саудовской Аравии и в Турции зашел в посольство королевства и оттуда не вышел. В конечном итоге все стороны признали, что да, каким-то образом он был убит. Якобы виновные уже найдены и будут наказаны. И что с этим в итоге делать? Нужно ли наказывать за это непосредственно сторону, которая это совершила? Большой вопрос, который стал дилеммой в отношениях Соединенных Штатов Америки и Королевства Саудовской Аравии. В частности, ну, многие объективно сказали, если у вас есть подозрения России по просмотру шпиля и участию в некоторых событиях, и вы здесь точно имеете информацию о причастности Саудовской Аравии к смерти журналиста своего, то почему бы вам не вести санкции уже против них? На что было абсолютно логичное ответство Дональда Трампа. Ну и что? Ведем мы санкции против Саудовской Аравии. И на рынок, с которого мы уйдем, придут сразу другие люди. В частности, Российская Федерация. Ну, в принципе, достаточно логичный, прагматичный подход. То есть, но жестокий. Это факт. Да, ну и вообще у Саудовской Аравии и США, ну, скажем так, особое отношение. То есть, с самого начала Саудовская Аравия, она поддерживалась Соединенными Штатами в противовес, я не помню, как называлось предыдущее государство на Аравийском полуострове. Королевство Нежды. Нежда, которое, собственно, победили саудиты в 20-30-е годы, первоначально после окончательного развала. Вообще, там интересная история. Саудовская Аравия, потому что Османская империя так никогда и не смогла установить полный контроль над Аравией. Там постоянно шли всякие восстания. Ну, то есть, контролировать такую гигантскую пустынную территорию было очень сложно. До конца после развала Османской империи там появился вот этот сам Нечт, который поддерживался в Великобритании. А потом его скушали Соединенные Штаты, выступавшая, ну, ладно, Саудовская Аравия, которая была в значительной степени поддержана как раз Соединенными Штатами. То есть, пока шла Вторая мировая война, и пока Соединенные Штаты и Великобритания вместе воевали в Европе, в это же время в других частях света они могли между собой, наоборот, конфликтовать. Ну, как, в общем, всегда бывает в большой игре, в такой большой дипломатии. Вот. И отношения у них особые уже 75 лет, и, в общем, вряд ли какой-то распиленный на куски журналист может похерить то, что бы создавалось на протяжении почти целого века. Так что, в общем, видимо, новому Саудовскому принцу позволят еще пару человек распилить, если ему очень сильно захочется. От себя добавлю, это лучший экипаж, что я видел в своей жизни. Это комментарий к видеоряду стрима. Я праздную праздник просто. Так. Если бы это было к Саудовской Аравии, было бы гораздо более странно звучит. Ну, стоит понимать, что лучшие союзники на века. Вот. То есть, не нужно верить всяким уебкам, которые в интернете рассказывают про крейсер Либерти. Вот. Это все поклеп. Вот. Лучшие союзники, значит, в истории человечества. Соединенные Штаты Америки и Израиль. Так. Грибная Азигота. 100 рублей. Привет, Маргинал. А что гости думают про Болсонара? Общался с бразильцами на Реддите. Для одной половины уже конец света начался, а для другой наступает светлое будущее с радикальным выкорчевыванием коррупции или коммунистов. Ну, по-моему, звучит как Трамп, если честно. По крайней мере, реакция общественности очень похожа. Так, скажем. Ну, я про Болсонару ничего не знаю. Сразу говорю. То есть, по крайней мере, те из моих знакомых, которые что-то шарят в Латинской Америке, конкретно в Бразилии, они против. Все по понятной причине. Ну, да, вы говорите. Не, ну, я могу просто сказать, что при хунте, которая правила Бразилия 1964 по 1985 год, бразильская экономика действительно очень быстро росла. Ну, во многом это был рост сырьевой, да, ну, ладно, это, в общем, мы уйдем далеко от темы. Факт в том, что экономика при военной хунте реально довольно успешно показывала довольно хорошие темпы роста. А при демократах поначалу, когда еще у власти были не откровенные леваки, а немножко другие люди, в принципе, все то же самое продолжалось. Бразилия продолжала быстро развиваться. И так продолжалось до 2008 года, когда после кризиса мирового финансового Бразилия на 10 лет оказалась в состоянии фактически такой перманентной стагнации. 10 лет в стране ничего не происходило. Только росла преступность и доходила уже до каких-то совершенно фантасмагорических масштабов, когда перед чемпионатом мира фавелы зачищали там войсками, там были целые бои с использованием танков, артиллерии, боевых вертолетов и так дальше. То есть при этом экономика страны продолжала стагнировать ни туда, ни сюда. И в конце концов, да, на выборах победил фанат военной хунты. Человек, который говорил, что проблема военной хунты заключалась в том, что они слишком мало убивали людей, которые, ну фанат Пиночета, понятно, но это само собой, если фанат военной хунты, то уж точно фанат Пиночета, потому что Пиночет это олицетворение военной хунты. Вот. Я даже не знаю, что про него сказать, но он, конечно... Ну я знаю. Я могу от себя добавить то, что не стоит очень сильно здесь волноваться. Балсонару не столько бразильский Трамп, сколько бразильский Дутерто. Вот сходство, ну практически стопроцентное. Это такой же популист. Но прежде всего, если мы подумаем о том, насколько выполнимы его обещания и то, что он говорит, мы посмотрим, выйдет он из организации объединенных наций или нет. Ну, ответ очевиден. Ну да, это правда. То есть думать, что в результате выборов к власти может прийти там новый Пиночет, это, конечно, несколько наивно. Вне зависимости от того, как вы оцениваете Пиночета, тем не менее искренне считать, что Балсонару это вот новый, не знаю, новый Пиночет или там новый генерал Франка или новый, я не знаю, опять же, вне зависимости от того, как вы относитесь к генералу Франка, ну, к сожалению, точнее, наверное, к счастью, а может быть, к сожалению, я не знаю, это в конце концов зависит от вашего личного представления. Люди такого масштаба в результате выборов к власти не приходят, скажем так, аккуратненько. Мне кажется, на этом можно согласиться. 16 лет живу на свете, ничего кроме родного, малознаменского и большого властьевского изредка не видел, а веселье это хочется, хочется. Что делать, Марго, что делать? А понятия, блядь, не имею о чем-то. То есть, это, наверное, отсылка к какой-то хуйне, но типа я не читаю хуйню, то есть я читаю только гениальные вещи, типа, блядь, Масодова. Ну, по-моему, это отсылка на то, что как же хочется тян или что-то типа того, я точно не знаю. Черт его знает. Ну, я хочу сказать, что Большой Власевский и Малознаменский это прямо самый центр Москвы, то есть пишет какой-то мажор, походу, я не знаю, или действительно это отсылка к чему-то. Любого шевеления всраной. Не знаю, это, наверное, на какого-нибудь автора, типа, Голубого Сала и так далее, отсылка. Так, значит, Маслем Гей, 100 рублей. Привет, Марго. Что нужно сделать, чтобы понимать диалоги Платона? Ну, надо прочитать. Сначала хотя бы в доступном для себя языке. Я думаю, русский подойдет в данной отдельно взятой ситуации. В принципе, никаких пасов, особых процедур, удивительных ритуалов тоже проводить не нужно, написано все просто. Это именно просто диалоги между людьми. Там все довольно праздная речь, в общем-то. Ну, может, не по современным меркам, да, они разговаривают все-таки не как фейс, блядь, но надо понимать, что это разговоры интеллигенции, тем не менее, тон очень праздный. Олд Фишер, 100 рублей, древнейшая нация, в скобках, таджики, каждый день убивают тысячи русачков по всей России, продавая наркотики и паленую водку. Я так не считаю, не одобряю эту риторику. Таджики резали русачков в Душанбе, вытесняли русских, а теперь захватывают власть в России. Я не поддерживаю эту точку зрения, не одобряю формулировку. Дегенераты-москвичи 50 с плюсом сами голосовали за Путлера, который должен, наконец-то, очистить для таджиков Москву. Я не поддерживаю эту риторику, не разделяю убеждений. Спасибо за 100 рублей, Олд Фишер. Я, кстати, хочу про Платона сказать. Я вспомнил на этот счет. У нас не так давно были в Москве дебаты. Тут двое профессоров в Школе экономики. Один Капелюшников, экономист, а другой Юдин, философ. Они спорили про неравенство в мире. Капелюшников говорил, что, мол, страхи по поводу неравенства сильно преувеличены. Показывал кучу статистики. Ну, а Юдин вышел и сказал, ну, вот выступление Юдина, оно было что-то типа вот выступления Гоблина. Вот, а я в армии служил, а у него было вот, типа, рыболовлев, он награбил очень много денег. И как вы можете после этого говорить, что, типа, страхи по поводу неравенства преувеличены. Или вот Сечин тоже, он очень богатый. Как вы можете, значит, теперь не волноваться? А вот Сечин знает, куда сосать, да? Ну, можно. Да, вот, значит, и он там очень много рассказывал о том, что у древнегреков было представление о том, что демократия, она невозможна без равенства. И он там раза четыре или пять это повторял. Я потом, когда были вопросы, встал, спросил, типа, вот, если вы так любите древнегреческое представление о демократии, значит ли это, что вы сторонник рабства и полного бесправия женщин? Ему пришлось очень, ну, как-то, как-то выходить из этого вопроса. Представление о том, что, не знаю, вообще, представление о том, что политические концепции, которые были у древнегреков, там, легко перенести на современную почву, они выглядят довольно забавно. Не знаю, зачем я все это рассказал, но как-то захотелось. Анекдот. Ну, хорошо. Так. Так, чего написано? Сресь! Сресь! Сто рублей. Вопроса нет. Спасибо, сресь, за сто рублей. Airsoft Pokemon. Спасибо за подписку. С нами пятый месяц. С праздником Рэбе-паук. С праздником Рэбе-паук. Спасибо, спасибо. Так. Жижа. Сто рублей. История человечества заключает в себе огромный багаж знаний по международным отношениям. Большие головы ломали гранит проблем. А толку? Так какого черта в 2018-м до сих пор перемалывают те же отношения в поисках изюма? Или это и есть суть человека? Жить не вперед, а жить сейчас. Сосать стоячее. Может, уже метамодерн настал? Ну что, метамодерн настал? Примегастал? Нет, я то, что уже говорил на прошлом стриме, история циклична, как и все в нашем мире, поэтому вот эта экономическая ложка Кейнса применима и к социальной нашей сфере. Поэтому все повторяется. Ничего удивительного в этом нет. Но, может быть, у кого-то другие мнения на эту чуку. Да нет, честно говоря, не знаю, что по поводу метамодерна. Сидели как-то раз Кейнс. Так, так, так. Ну рассказывайте. Фрэнк Рэмзи и Витгенштейн. И нагревали вместе экономическую ложку. Вот. Надеюсь, с дыркой. Так, она погнулась. С дыркой они нагревали ее. Согревали, короче. Спасибо за подписку. Human Maybe. Спасибо. Это твоя первая подписка. Так. Жора, 100 рублей. Давай на самый понравившийся коммент для гостей с доната за подписон или чашку. Чего? Давай на самый понравившийся коммент для гостей с доната за подписон или чашку. Короче, мы должны выбрать, какой из вопрос вам понравился. Я могу ответить, только нет, нет, не давай на это. Потому что я не понимаю. Может, конкурс имеется в виду, но я не буду проводить в любом случае конкурс на лучший коммент. Потому что мне их надо перелопачивать все. Это очень неудобно. То есть их даже чисто сумму подсчитывать неудобно из-за интерфейса. И говоря о том, что их откуда-то выкапывать и снова читать. Я поэтому не делаю, как Хованский, именно вот такие перерывы, типа, раз в 15 минут, а сейчас мы зачитаем все донаты за стрим. Потому что, нет, откапывать это все нереально. Состоит ли Владислав в Единой России, спрашивает Петр за 100. Владислав? Да-да-да, я здесь. Ответ да. Может быть, это покажется немножко кому-то в чате неправильным и неприятным, но да. Потому что я считаю, что если какая-то система и требует изменения, то к ней надо подходить непосредственно и работать с ней. Это тоже интересная точка зрения. Задавайте ваши вопросы, дорогие зрители. Там, с донатами, с подписками и так далее. Вот. Если вы задавали уже вопрос, но он вайпнулся в чате, продублируйте. А мы ответим. Так. Что-то я хотел сказать. Но я не помню, про что. Ну, можно еще быстро тогда обсудить под конец. Просто я вынужден буду вас покинуть к своему неудовольствию, но просто так будет хочется. Можно быстро сказать про Францию, про то, что там происходит. Можно. Все вот эти желтые жилеты. Довольно забавно. На триумфальной арке, сейчас пишут, в 1789-м голову отрубали за меньшее. Когда Макрон выиграл выборы, его превозносили как новый символ свободного мира. Вот, мол, Америка, она больше не является центром свободного мира. Но вот на другой стороне Атлантики, во Франции появился новый символ. Президент Макрон, который ведет за собой весь прогрессивный мир. Президент Макрон, помнится, он делал посты у себя, то ли в Твиттере, то ли в Фейсбуке, где призывал ученых-климатологов, которые изучают глобальное потепление со всего мира, приезжать во Францию. Ну и, в конце концов, сейчас он поднял цены на бензин. Да, был введен экологический сбор на бензин, чтобы поднять цены на него. И сейчас его рейтинг одобрения составляет то ли 25%, то ли еще ниже. Рейтинг одобрения Трампа составляет, кажется, 43%. Ну, то есть, может показаться, что это не так и много, 18% разницы, но в масштабах современной политики это просто гигантский разрыв. То есть, как-то вот не получилось с новым символом свободного мира, почему-то как-то он немножечко, немножечко поблек чуточку. Вот, как-то вот так вот. Ну и вообще забавно, что происходит во Франции. Франция такая очень интересная страна, это, по-моему, передовой отряд современного западного мира. И, в общем, если посмотреть, если интересно, что будет с экономикой западных стран лет через 10-15, по-моему, можно посмотреть на то, что происходит с Францией, не понять, что ничего хорошего с экономикой этих стран не будет, видимо, уже никогда в обозримом будущем. Хотя нас это вряд ли должно радовать, потому что с нашей экономикой проживать. Эх, вот бы нам такое ничего хорошего еще. Ну да, вот бы нам вот так позагнивать, это правда, но тем не менее, да, то есть, надоело процветать, но вот бы уже позагнивать немножко. Ну вот, но тем не менее, да, в общем, Франция такая лакмусовая бумажка, по которой можно определять, что будет лет через 10-15. В какой-нибудь, не знаю, в какой-нибудь, в каких-нибудь Соединенных Штатах или где еще, я даже не знаю, где еще, в Германии где-нибудь. Здесь то же самое будет с экономикой. Ну, примерно так. Вот, я не знаю, если есть какие-то тейки на этот счет, на счет того, что происходит во Франции, что там творится, вот я бы с удовольствием послушал. Ну, я могу сказать от себя то, что во Франции наблюдается, по-моему, вполне закономерный итог, то, что уже годами страна идет к необходимости какого-то такого социального волнения. Я не говорю, что это обязательно перерастет в социальный взрыв, коим является революция, но вот Франция – это страна, у которой, ну, целая история построена на ряде вот таких волнений, в итоге вырождавшихся в революцию. Некоторые из них заканчивались мирно, ну, как относительно мирно, как вот эти студенческие протесты 60-х годов, сместившие так или иначе де Голля. Я сейчас постепенно пришел к тому, что любой президент, приходящий во Франции, становится непопулярным. Я помню протесты против Николе Саркази, я помню еще большие протесты против Франсуа Ланда, и теперь я вижу еще больший уровень протестов против Эммануэля Макрона. И здесь даже проблема не в том, что президенты не такие, какие хочется, а в том, что они в любом случае удовлетворить всех не могут. И в какой-то степени, может быть, это связано с пассионарностью и ежесними, но проблема в том, что, как бы Сармат с ними сказал только что, ну ладно, неважно, проблема в том, что, ну, в двух словах, быть может, Франция заждалась каких-то серьезных изменений. Ну, то есть, иными словами, это скорее кризис не конкретно политики, которую ведет Макрон, или политик, которых вели его предшественники, а некий кризис конкретно этой структуры власти, которая есть. Ну, мне лично так это представляется. Нео-реакционеры так же сказали бы, в принципе. Так, Леонид Чипцов, спасибо за подписку, это с нами тринадцатый месяц. С Ханукой всех евреев, а Гуи пусть ждут рождения Иисуса. Иисуса. А что? О-о-о. У вас срабовой. Прерывается сильно. Да, я извиняюсь, я пропадал куда-то, да? Да. Да, я извиняюсь, у меня какие-то проблемы с интернетом. Ну, я, в общем, хотел сказать последнее, что во Франции мы видим массовые протесты, а в тех же Соединенных Штатах мы никаких массовых протестов против Трампа уже сейчас не видим. Они были в начале, сейчас их, в общем, ну, по крайней мере, их масштабы, они несопоставимы с тем, что были в начале, да? И, в общем, это довольно забавно, кто на самом деле, возможно, возможно, является реальным каким-то будущим. Будущим, ну, мира, вот, такие как Макрон или такие как Трамп. Ну, впрочем, все это спекуляции, и об этом можно просто говорить только в гипотетическом ключе. Я дико извиняюсь, я тогда, наверное, тем более, что еще интернет плохо пашет, какие-то проблемы с ним. Я тогда вас составлю, потому что очень хочется спать, спал всего три часа, вот, и сейчас, наверное, увалюсь. Поэтому было приятно, было все очень хорошо, все, в общем, приятно было посидеть с обоими, значит, с Анатолием. А вот, значит, я... Аналогично, очень приятно было пообщаться, спасибо за приятный разговор. Все, спасибо, все, все, спасибо, до свидания. Пока-пока. Всего доброго. Образовательно-развлекательный канал Uber Marginal, а ссылка в описании.